Я приветствую любителей астрологии, моих подписчиков, просто гостей канала. Сегодня поговорим о Плутоне Водолея, уже как бы как он будет влиять на все знаки Зодиака, то есть что он будет давать для всех знаков Зодиака. Друзья, напомню, что Плутон это планета трансформации, изменения себя, чтобы выходить на другой уровень личностной программы. И Плутон дает нам мощную внутреннюю энергию, важно куда каждый из нас и все вместе мы эту энергию будем направлять в созидательное или разрушительное русло. А знак это космический закон. Чтобы скорректировать планету, нам надо поступать по закону, то есть получим качеством знака Водолея, а это соблюдение морально-нравственных и морально-этических норм и четкий выбор в сторону света, не смешивать понятия добра и зла. Вы видели символ Водолея, две волны, они отдалены друг от друга, и поэтому как показатель, что они не смешиваются. Смотрите видео ингрессия Плутона, кто не смотрел, то есть о самом Плутоне узнает о самой планете, и Плутон в Водолея конкретно, что это. А я с вами поделюсь вариантами, как прожить этот длительный период типичным представителем знака Зодиака по авистийской методике. Вы, может, уже просматривали рекомендации других астрологических систем, но я вам предлагаю свой. Итак, Овен. Для типичных представителей знака, типичные представители – это три и более планет в знаке. Плутон в Водолея для Овна в 11-м дон. Длительное время – это время неожиданности, это колесо фортуны, которое будет играть с вами в рулетку. Нововведения, реформы могут даваться с большим трудом для кого-то и могут сопровождаться большими рисками. Овны от недовольства могут бороться с реформами, то есть нововведениями, либо наоборот быть организатором каких-то революционных нововведений. То есть жизнь Овнов будет связана с рисками. Водолея надо быстро соображать, как поступить, что для Овнов, в общем-то, неприемлемо, потому что они сначала делают, потом думают, отчего и попадают в сложные проблемы. И это всегда только по вине самих Овнов. Овнам надо учиться договариваться, решать все мирным путем. Еще одна проблема Овнов – они либо совсем не хотят брать ответственность на себя, либо чрезмерно взваливают всю ответственность на себя и за других отвечают. И вот рекомендации Плутон очищает нас по знаку Зодиака, то есть по Водолею Овны должны сделать четкий выбор, стать на путь света, на путь добра. И именно Овнам надо соблюдать вот эти морально-нравственные, морально-этические нормы, то есть договариваться, то есть не сразу какой-то поступок, тем более поступок не обдуманный, а именно подумать. Овнам надо научиться быстро думать в критической ситуации. Для правильного выбора как раз-таки вот надо соблюдать законы, слышать объективное мнение, то есть мнение со стороны, рассчитывать свои силы, потому что очень часто Овны не рассчитывают свои силы, как, скажем, в ударе, так и в какой-то ответственности, взваленную на себя. Всегда думать о последствиях. Овн закладывает всегда в будущее. И если сейчас сделает плохо, в будущем ему это, естественно же, плохо отразится. А с Плутоном Водолея Овн сам выращивается, либо втягивается вот масса людей, водоворот событий, и либо может их повезти куда-то, либо наоборот, вот, как, скажем, овечка заблудшая, пойти за всем стадом и попасть в бездну. Осторожность – это должно быть кредо Овна, научиться думать не только о себе, но и о других. Телец. Для милых целецов Плутон в десятом доме. То есть есть, ну, если они будут настроены революционно, решать вопросы работы, карьеры, недвижимости, отцовские обязательства, все это будет вот как-то по-новому. В лучшем случае, ну, то есть это будет как-то оригинально, необычно, а в худшем случае это может быть даже деспотично. И в лучшем, если будут реформировать, обновлять, и вот все, и карьера, и работа, и воспитание, ну, как отца, может происходить на какой-то грани фола. То есть вот именно всегда будет на пределе чего-то, на пределе каких-то нервов, на пределе каких-то даже, может быть, там, и жизни, и смерти, потому что это Плутон. То есть по какому-то острию чего-то, то есть какая-то граница, грань вот эту вот надо соблюдать. И это будет либо с огромным скандалом, например, с работы уходить, либо полностью сферу деятельности меняют. А в работе, в профессии ситуация катастрофичная, и тельцы будут выступать, вот если ситуация катастрофичная, то тогда тельцы могут выступать в роли спасителя вот этой ситуации. То есть помочь многим сразу. Тельцы могут конкретно подбить на какую-то революцию, так как в их знаке находится сейчас управитель водолея уран, а в тельце уран в падении, тоже как Плутон водолея. И уран выбивает представителей этого знака из зоны комфорта, тоже заставляет их менять форму жизни, переоценивать ценности жизни, то есть отходить от материального, не зацикливаться на этом материальном. И вот в течение трех лет, пока уран не выйдет из знака тельца, спокойствие не ждать тельца, и жизнь их будет выдавливать из привычного комфорта. А если и будут пытаться избежать, изменить кардинально что-то в профессии, в воспитании, на руководящем посту, значит ситуация придет сама неожиданно, и вот последствия будут такие мощные, взрывные, конечно же, очень какие-то кризисные, и тельцам надо будет тоже на это как-то быстро реагировать, учиться тоже быстро реагировать. Близнецы. Для близнецов Плутон в Водолее в девятом доме. И в лучшем, если представители этого знака будут обращаться к религиозному эгрегору, не только в катастрофичных ситуациях, каких-то кризисных, а конкретно обретут веру в светлые силы. Друзья, важные по чину или авторитету в обществе могут помогать близнецам тяжелых ситуаций. За границей могут происходить критические ситуации, или с иностранцами, народами, тоже что-то может происходить, такое неприятное, что-то неординарное, но это будет как поучительная история. Но, конечно, то есть и помогать, например, те же иностранцы, если вы все-таки человек хороший, выбрали путь света, то в каких-то критических ситуациях иностранцы будут помогать вам в своей стране, ну и то же самое, может быть, вы будете как-то иностранцам помогать в вашей стране. Близнецов может цянуть экстремально, попутешествовать, вот, например, африканское сафари, или прыгнуть с парашютом над океаном, или вообще улететь, куда глаза глядят, как-то не запланированно, спонтанно, и это может быть в худшем и неожиданная эмиграция. Главное чтить традиции других культур, дружелюбно относиться к любым народам, в каком бы статусе вы не попали за границу, куда бы вас жизнь не занесла, и, конечно же, уважать их законы и не устанавливать свои законы в чужой стране. Рак. Плутон водолея для рака в восьмом доме, а это значит, что все реформы, все нововведения, революционные изменения им надо преодолевать стоически, закаляя свою волю и свой дух. Спрятаться и отсидеться в своей раковине им уже не удастся. В лучшем некоторым представителям придется, может прийти неожиданное наследствие, наследство, может партнер финансово поддержать вас в трудную минуту, а может и всегда поддержит, то есть будет такой партнер, который будет как-то поддерживать. Вашу идею инвесторы могут вложиться, поэтому придумайте что-то необычное, какое-то открытие, какая-то неординарная идея, причем озарения будут приходить благодаря вот как раз-таки этим, может быть, катастрофичным каким-то ситуациям, то есть вы будете думать, что все пропало, и вот какое-то озарение может прийти, то есть вариант всегда будет. Для кого важна тема зачатия? Это будет тоже неожиданно, не в самой, может быть, удобной позе, скорпионовской, такая острая шутка, я имею в виду про себя, и мы же о восьмом доме, и не от того, в общем-то, от кого ждала. Я про женщин раков, то есть хотела ребенка от одного, получился от другого. Зачатие может быть путем, извините, конечно, не настраивайтесь, но и такое может быть путем какого-то насильственного изнасилования, и рекомендация не отказываться от ребенка. Раком Плутон вообще заставляет изменить себя, не таить обиды, освободиться от всех обид, чтобы не притягивать к себе катастрофы и онкологические заболевания. Львы. Для львов ситуация грядет более чем напряженная, может быть даже очень катастрофичная, но особенно поначалу может быть тяжело, вот ощущение вот этого напряжения, какого-то вот тоже ощущения, что ну просто вот все, все на грани. И плохо будет, если львы не будут меняться, тогда катастрофы будут приходить, особенно катастрофы какие-то вот через, партнеров как в бизнесе, так и в семейной жизни, в общественной жизни, в соревнованиях, может быть, если вы спортсмены, в судебных разбирательствах. Но если львы поймут, что нельзя себя вести надменно, чтобы вот только вокруг них все крутились, и все крутилось только вокруг него, вот когда они внесут новое в отношение своим партнерам, начнут проявлять заботу, ответственность о других, вообще о других людях будут проявлять, а не только о себе любимом. Львы щедрые, но могут это преподносить вот с такой снисходительностью, а надо от всего сердца. И тема чужих детей будет напряженной для львов, то есть могут быть дети партнера, с которыми львам будет трудно находить какой-то общий язык, что-то общее, но львам надо найти подход, какие-то общие интересы с ребенком, чтобы не быть в контракте с этим ребенком, с ребенком партнера, если вы любите этого человека, если вы решили, например, с партнером усыновить ребенка, то есть тоже не надо думать, что это какой-то чужой, какие-то у него негативные родовые есть качества, вы можете своей заботой, своей вот вовлечением в его жизнь, в его интересы очень к себе ребенка расположить, потому что львы самые лучшие родители. Девы. Для дев Плутон водолеев в шестом доме, а значит в работе, в быту и в здоровье даже своих питомцев, с вашими питомцами могут быть какие-то катастрофичные ситуации, масштаб будет, конечно, оцениваться, вот как сами девы это будут воспринимать. Легко, но ответственность, вот соблюдая правила режима, изменить образ жизни, то есть будут понимать, что если со здоровьем какие-то есть вопросы, то надо изменить образ жизни, отказаться от чего-то, то что подрывает ваше здоровье. Если вы много работаете, потому что девы-трудоголики, значит тоже изменить образ жизни, сгармонизировать время работы и время отдыха. Конечно же, вот тоже не зацикливаться на мелочах, то есть не придумывать себе еще больше каких-то проблем, какой-то работы мелочной и каких-то болезней еще множественных. Может быть, как-то девы к нетрадиционному лечению подойдут, но опять же, надо, со всей ответственности к этому делу подходить, проанализировать, может быть, у более опытных людей узнать, как это будет, как это работает. Может быть, даже нетрадиционному лечению могут, нетрадиционному лечению, то есть способствовать продукты сетевого маркетинга. Не будьте к этому предвзяты, но проверьте, посоветуйтесь, или уже кто долго пользуется, получает результаты, и вы же, ну, если вы человека знаете, знаете, какой он был до и какой после, то есть можно тоже попробовать. Одним из таких продуктов я сама тоже пользуюсь, другим, конечно же, рекомендую, и мне очень нравится. И поверьте, ничто, никакие продукты нас не отравят, если мы сами себя не будем отравлять своими эмоциями, своим внутренним негативом и претензиями к жизни. Но врачей никто не отменяет, это для вашего спокойствия, то есть провериться, динамику здоровья проверить и употреблять какие-то витамины для поддержания просто жизненных сил. Какие-то катастрофы могут на работе тоже как-то влиять на ваше здоровье, то есть ситуации такие, которые могут и подрывать ваше здоровье. Это, конечно, больше психологически будет влиять, потому что событийно надо смотреть личный гороскоп. Но главное, чтобы девы нашли гармоничный баланс между трудом, отдыхом, то есть лечением, как говорится, что-то принять по надобности, но не увлекаться сильно. И, конечно же, не надо очень сильно бояться за своих животных, потому что животное соответствует своим хозяевам. И если хозяева с хорошими, с хорошим настроением, с хорошими эмоциями, и с животными ничего не произойдет. Точно так же, как и с детьми. Если родители в хорошем, скажем так, внутреннем гармоничном состоянии. Весы. Для весов будет актуальная тема мощной любовной страсти. Или же, наоборот, разрушение вот этих любовных страстей, могут быть конфликты в любви. Для одиноких весов в любви может наблюдаться какое-то магическое влияние его партнера. Вы можете не понимать, почему он на вас так как-то действует, вот почему вас так к нему или к ней тянет, влечет. Это будут бурные страсти, либо ревностное такое отношение к вам. Но сам или сама будет ваш партнер, любовник, будет вести себя свободно. Считать, что он или она должны быть свободны. Отношения, в общем, будут как на пороховой бочке. От любовного партнера вам могут и денежки кому-то перепадать. Если вы в супрожестве, а есть любовник или любовница, надо ждать из них, конечно же, катастрофы, вот этой бурной страсти, ревности, например, по поводу вашей семьи. Или же, наоборот, это может быть свободное отношение в любви ваше, а проблемы в семейных отношениях происходить. Дети от любовников также будут неожиданно и как-то катастрофично для вас проявляться. У детей могут быть проблемы. У детей весов из-за вольного поведения детей, то есть они могут втягиваться в какие-то криминальные кампании, авантюры, и вот вам надо будет их постоянно как-то спасать. Или детки могут быть втянуты в неформальные организации, поэтому интересуйтесь жизнью детей, находите с ними общие интересы, чтобы быть в дружеских отношениях. И у вас будет всегда возможность им помочь, вы будете знать, где они находятся. А если ребенок по неоптенности куда-нибудь тянетесь или свяжется не с теми людьми, то есть вы всегда будете знать, как ему помочь. Не ограничивайте их свободе, но и не пускайте в общем-то все на самотек. Всегда должен быть умеренный контроль и общение, то есть умеренное как с друзьями, так с вами, то есть никто-то должен там заполнять их полностью жизнь, а вы как-то отсутствуете. И то же самое, что не надо, чтобы были только родители, как-то ограничивать друзья, своих детей. Скорпионы. Для скорпионов и главный управитель, то есть Плутон, находится в четвертом доме в Водолее, а значит будет настроено собновлять все в доме, нововведения в семейных традициях, но опять же не забываем старые и не вырубаем все под корень. Впустить в дом свежий ветер перемен рекомендуется. Может быть кто-то скорпионом оставит дом в наследство, ну или какую-то недвижимость, а может быть может быть новая семья, либо создаться семья путем каких-то преодолений, то есть вот неожиданных катастроф, которые надо пройти вместе с человеком, родственным вам по духу. И благодаря вот этим катастрофам это даст зачатие в любви, так как вы вместе преодолевали испытания, и вы узнали друг друга, кто чего стоит вот в этих тяжелых испытаниях. И если партнер прежний у вас, значит надо удержать семью через кризис, то есть могут создаваться очень критические ситуации, и надо себя сдерживать скорпионом, особенно свои эмоции контролировать, чтобы вообще не разрушить отношения в семье и саму семью. Для скорпионов тема родины будет проигрываться, вот длительный скажем так период в течение 20 лет, что на родине может измениться ситуация, или наоборот будет определяться, какие-то ситуации произойдут, когда на родине вот как было до и после стало. В лучшем, когда это хорошая перемена, в лучшем, если будет ощущение подавленности или гнета вот жизни на родине, а может, то есть захочется покинуть родину навсегда или разрушится дом, где живете, ну, из-за каких-то катастрофичных ситуаций, может быть, где вы живете и считаете как-то уже своей родиной, но опять же по каким-то таким кризисным ситуациям придется вернуться на родину предков, то есть вот для скорпионов тема родины, вот тема дома в разных таких ипостасях будут проигрываться. Опять же, это, знаете, это вам надо будет вернуться на родину предка, чтобы накопить опять силу рода, видимо, раз у вас в другой стране какая-то катастрофа произошла, значит, уже у вас нет тех сил, вам не помогают ваши предки. Плутон это планета смерти и зачатия, поэтому в этот большой период будут, конечно же, проигрываться и смерть родственников, и зачатие деток у скорпиона. Для скорпионов тема разрушения это, конечно, такое нормальное состояние, но водолей у кого-то может, знаете, так уже и сорвать крышу и еще более уйти во вседозвол. Поэтому лучшее для скорпионов это научиться избавляться от всех астральных бесов, а это только путем света, соблюдания морально-нравственных и морально-этических критерий, то есть не делать то, что хочу, не переть против всех, против всех законов, чтобы не притягивать проблемы себе и своим близким людьми. Скорпионы одними страдают, они всегда вкручивают всех, кто находится в их поле, близких, чужих, неважно, вот у всех, кто с ними рядом. Для скорпионов это период серьезной борьбы, в общем-то, как и для цельцов, и львов, и водолеев, то есть представителей фиксированного креста. Стрельцы. Плутон водолея для стрельцов в третьем доме, и это будет тема обучения, контактов, ближних поездок, может быть, ну, по городу, путешествия, командировок, вообще какого-то информационного поля, обучения, отношения к СМИ или отношения со СМИ. Общение с близкими родственниками, это братья, сестры, племянники, дяди, тети, бабушки, дедушки. И в лучшем, если это будут сильные, дружеские, ненавязчивое общение, если стрельцы не будут всех поучать и пытаться давить на всех вышеперечисленных людей, вот, особенно с близкими, вот этими родственниками, то есть контакты есть и с партнерами, и просто с прохожими, и вот, чтобы вы не подавляли стрельцы своим авторитетом, что вы все знаете, и вы последняя инстанция, потому что могут наблюдаться какие-то созидательные преобразования вот, в общении со всеми, во всем, и вот, то есть тоже созидательное будет и в контактах, вот, в информационном поле, в командировках, то есть главное, чтобы вы не выставляли на показ свои, свое, свой авторитет, не давили своим авторитетом. В будущем могут ваши созидательные чем-то отношения оставить след, хороший или негативным, то есть в будущем это проявится, но это ваш выбор, как сейчас вы будете себя вести. Хочем, конечно, все события, то, что я перечислила выше, они могут для вас, то есть в командировках могут быть какие-то неожиданные ситуации, родственники вам могут какие-то неожиданные ситуации создавать, одноклассники, можете случайно встречать из садика, из группы каких-то людей, это будет неожиданно, и они могут неожиданно какую-то информацию вам выдавать. Поэтому вот как раз таки свой ум, скажем так, ну, что вы умные, мудрые люди, не надо, конечно, демонстрировать. Может быть, там эти люди и не настолько умны, как вы, но они могут вам какую-то подать информацию неожиданную, которая может вам какую-то идею открыть, развить. Может быть, они пригласят вас тоже как-то поучаствовать в какой-то идее, в каком-то открытии. Плутон-Водолей это катастрофа, правда, вот она бьет периодически, но жестко. и это может быть вплоть до летальности. То есть, конечно же, еще тоже в худшем, если какие-то стабильные, какая-то стабильность вас все устраивает, скажем, с вашими родственниками, но это могут быть стагнационные отношения, какие-то неразвивающиеся, тоже обучение или учительство, что-то такое очень замахровелое, консервативное, то есть, погрязли в консерватизме, и знаете, как-то через ваших близких родственников, этих близкого окружения могут происходить ситуации, которыми вас чему-то научат, то есть, путем вот риска. И вам надо, конечно, тоже учить своих этих близких всех знакомых, своих близких родственников морально-нравственным нормам, но лучше, конечно, если вы их научите, потому что сами будете соблюдать законы, потому что стрельцы это законники, они учат людей законом, когда сами поступают по закону, то есть, во всем, в общении, в движении на дороге, в составлении документов, все должны делать стрельцы по закону, и других научат, не надо им там наставлять, надо делать так, так, а именно самим так поступать. И также от близких родственников или соседей может перейти что-то в наследство, это могут быть мелкие вещи, а может и неожиданно крупные какие-то наследства или ну что-то такое вот вам передадут. Козероги. Для козерогов Плутон и Водолея во втором доме, и здесь проигрывается тема отношений и финансов, которые будут в критической ситуации, то есть, может быть, в разрушительном, а может и в созидательном аспекте. Или это может быть такая настроенность, то есть, больше внутреннее ощущение, что все может пропасть, разрушиться. И козероги, по сути, могут сами себя вот так настроить, как-то вот негативно надломаться, даже вот уйти на дно, потому что сейчас их управитель в рыбах. И в лучшем, если они выберут все-таки философский подход к происходящим кризисам, к происходящим событиям, опять же, их управитель Сатурн в рыбах об этом им рекомендует. Хорошо козерогам вот именно путем медитации, спа-процедур, молитвами, может быть, красивая, спокойная музыка, классическая музыка будет помогать козерогам преодолевать вот эти крахи, а может быть, и счастливые случайности, которые тоже будут, ну, очень неожиданно и даже как-то вас из зоны комфорта выбивать, потому что они, ну, какие-то очень возбуждающие будут. Ну, вот, как минимум, пока Сатурн не перейдет в Овен, то есть, вы пока так спокойно ко всему, может быть, даже надо как передохнуть, если действительно у вас рушится, ну, что-то финансовое, то есть, крах бизнеса, крах там в финансовом плане, крах в отношениях, то есть, ну, постарайтесь это время как-то обдумать, передумать, успокоиться, потому что через три года Сатурн перейдет в Овен, и у вас будут силы уже таким более активным действием. У козерогов будет резкий период и вообще ставящий их перед выбором новое или старое, потому что козероги это консерваторы, принять новое, то есть, надо отказаться от своих устоявшихся взглядов на жизнь, материальные приобретения должны быть уже не той высокой целью, какая она является для козерогов, а уже должны быть какие-то другие жизненные ценности, приоритеты, изменить свою оформленную систему жизни может быть до чего-то абсурдного понимания козерогов. Это для них может быть подобно смерти, то есть, какие-то новые введения, которые они даже не могут понимать, они знают старое, устоявшееся, а новое не принимать вообще. И в лучшем у козерогов есть уже свое такое четко оформленное понятие, систематически, действий для достижения целей в любой обстановке. Вот в новой жизненной обстановке они всегда знают рамки дозволенного, будут другим помогать входить в это новое, используя старый опыт, то есть вот этих старых качественных форм придерживаться или же указать, от чего надо оттолкнуться, чтобы в новое входить и опять же что-то новое созидать. Переходить в новое надо с кругом единомышленников, ненавязчиво руководя, потому что козероги будут все равно руководить, но это уже водолеи, надо ненавязчиво делать, чтобы не разрушать эти отношения. Не ограничивайте в действиях своих единомышленников, указывая им какие-то границы, то есть что они могут, что они должны делать, чего-то дозволено, но также и самим козерогам не рекомендуется вот пытаться взлететь или удержать цель путем каких-то диктаторских, деспотичных, таких жестких каких-то вариантов и ну конечно же вседозволенность, то есть для себя не позволять, если вы все-таки чем-то или кем-то руководите. Сатурн в рыбах может привести к больнице, то есть управитель в рыбах козерогов и ну вот ваши недостойные действия или сильные переживания, что вы не хотите принимать что-то новое могут привести к больнице и к тюрьме это если вседозвол будет в ваших действиях распространяться или же к смерти, ну если это смерть естественная уже по достижению большого возраста это будет хорошо. Козерогам в течение почти трех лет вот надо себя успокоить, чтобы Сатурну вовне уже быть в боевой готовности действовать. Рыбы для милых рыб Плутон в 12 доме показатель волшебной магической силы, которая будет от них исходить и люди будут не понимать что это за сила в них такая, которая вот просто притягивает вроде бы ничего не делает, а люди к ним тянутся и рыбы как бы невидимо управляют людьми, могут изменить мнение всей толпы, переубедить. Рыбы знак все-таки мудрости и если рыбки развиваются, также могут качественно изменить себя, может открыться и сновидение у кого-то, вещи сны могут приходить нужные или предупреждающие все-таки Плутон Водолея это ситуация катастрофичная, то есть скорее всего что это будут предупреждающие, могут открыться оккультные способности. кстати либо обучаться рыбы могут обучаться оккультным способностям, но это не гадательные какие-то практики, это не приворота на ворота за вороты, а оккультные знания это как раз эти духовные знания, это религиозные знания, вот астрологические, ну вообще вот надо мировоззрение, то есть вот рыбы у них вообще уже все выходят просто вот большие пространства познания чего-то, они уже понимают намного дальше, чем те же стрельцы, стрельцы за границей какого-то определенного своего знания, да, а рыбы они просто вот нутром, то есть вот им приходит мысль понимания смысла жизни, и это называется вот уже просто вот такое космическое за грань космоса, скажем, да, конечно же, вот если как-то вы к оккультным знаниям или ну какие-то оккультные способности к вам придут или вы потянетесь к оккультным знаниям, важно правильно их применять, можете исцелять людей и психологически и физически и для этого надо быть чистыми душой и с любовью к людям относиться, в худшем варианте рыбы могут стать тайными мстителями, ну не то, что это знаете, какое-то такое неприятное скажем так качество, а может например быть мстительность, ну скажем как проучение кого-то, кто-то что-то такое делает неправильно, но рыбы не показывают или не говорят как весы могут осудить, как овен может даже скорее осудить или вообще ударить, скорпион своими эмоциями так сказать все недовольства выскажет а рыбы нет они про себя подумают уйдут тихонечко и вот знаете вот этот вот вот эта вот энергетика будет на другого влиять вот эта вот сила чтобы тот человек ощутил понял что он что-то там делал не так для рыбы и это будет ну такое вот как такое тайное мщение или проучить человека то есть может в худшем конечно из-под тяжка рыбы могут использовать черную магию сами или может быть с чужой помощью то есть кому-то обращаться но вот что вам за это будет вы как раз и посмотрите в моем видео ингрессия плутона я там это упоминала а ради своей высшей идеи рыбы могут рисковать жизнью даже пожертвовать собой но жертвы приносить надо все-таки прежде подумать стоит ли эта идея ваших жертв и вот так как плутон в падении водолея рыбам тоже надо научиться преодолевать особенно свои тайные пороки алкоголизм наркоманию игроманию для рыб это особенно тяжело признаться себе что это болезнь и смотрите рыбы то есть водолея для них 12 знак это всегда но и плутон водолея вот в падении то что рыбы и не могут найти себе силы признать свои эти порочные качества у них нет такой активности сил что-то предпринимать потому что знаки рыб нет ни одной мужской планеты янской которая будет помогать как-то активно вот как вовне и солнце и марс и плутон они помогают быть овном активно поэтому овна побежали впереди паровоза а рыбы нет вот у них только женские планеты то есть они такие вот поэтому медлительные спокойные по течению плывут но плутон конкретно вошел в знак водолея и это будет показательно что по двенадцатому дому то есть вот эти все тайные пороки рыбам надо решать уже конкретно в течение 20 лет а сейчас еще это сатурн в их знаке то есть сатурн будет давать испытания и испытания будут вдвойне более жесткие для представителей этого знака кто не будет желать изменить себя слабых рыб в этот длительный период пока плутон водолея могут тягивать сердце заманивать все эти каких-то нечистых дел из которых потом может быть тяжело выпутаться мани и фобии могут преследовать а у кого-то и усугубиться рыбкам надо внутренне над собой работать переосмысливать не питать себя иллюзиями что само собой как-то рассосется не не само обманываться для вас лучший спаситель это религиозный эгрегор то есть обращение и конечно же молитвы никто как рыбы то есть вот могут донести молитвы лучше чем ну чем рыбы но верить в первую очередь рыбы должны искренне себя потому что ну тогда и вам и бог поможет потому что бог приходит к нам через мысли и надеюсь что сатурн находящийся сейчас в вашем знаке даст вам вот этот стержень хребет выйти от какой-то вашей четкой цели высшей цели это были общей рекомендации для всех знаков зодиака всегда лучше личная консультация какую личную программу для вас ставит плутон водолея какие события лично для вас будут происходить по дому в котором находится плутон водолея это только в личном гороскопе а я благодарю вас за внимание ставьте лайки делитесь с друзьями этим видео и помните что выбор есть всегда но выбор это делает только сам человек а в эру водолея мы должны делать выбор только на путь света идти